Вторая часть. Не знаю, кто звонил. Дело в том, что сегодня, вот сегодня среда, сегодня вот Иуда Искариот продал своего Бога Иисуса Христа за 30 кусков серебра. Причём Иисус Христос знал это. И Иуда Искариот был дьяконом. Он носил казну. Ему давались эти вот деньги. В Библии очень чётко говорится, каким должен быть дьяком. Вот. Очень чёткие эти вот. И у меня сын, вот, вы знаете, у меня... Всё, что касается меня, моей жизни, когда я начинаю рассказывать, люди, во-первых, они... Реакция разная. Некоторые начинают плакать, некоторые начинают смеяться, некоторые говорят, быть такого не может. Некоторые... Плакать, я имею в виду сочувствие. У меня одна знакомая начала рыдать, а я ей чуть-чуть рассказала, капельку, вообще капельку. Так вот, через два дня, вот, в пятницу родится Иисус Христос, а сегодня среда. И сегодня делают операцию одному из братьев моего мужа, который не женат и который никогда не был женат. Дело в том, что там Майкл, Миша, Михаил, вот как Михаил Архангел, значит, рождён в католицизме, вот эта вся семья моего мужа. Да, я хочу сказать, что у меня получилось, как будто меня преследуют католики всю мою жизнь, всю мою жизнь, и хотят, вот, дьявол хочет просто уничтожить. Меня продавали, меня разыгрывали, разыгрывали по-настоящему убить, ну, это вот, надругаться, надругаться. Это впервые, когда вот я получила, я не помню, вот, сестра, что меня вот так называли, ещё из Германии. Я вам просто к чему хочу, что хочу сказать. Я очень впечатлительная, очень, я не знаю, связано ли это с тем, что вот мои предки сохранили каким-то образом вот ту вот чистоту крови. Дело в том, что моя мать предполагаемая, она всю жизнь говорила, во-первых, она в сектах, она сейчас в Сибирь сбежала, и она в жутких сектах, она верит, что вот Тороп Сергей, это бывший милиционер, я буду говорить мент, потому что он именно вот как мент, а по православным языком, православным языком он в прелести, причём в жуткой прелести, потому что он сбил с пути огромное количество людей, асу, женщин. Моя мать, значит, мне говорила, зачем мне ты, единственная дочка, а матери было 56 лет, мне сейчас 54, 54. Моему сыну через два дня исполняется 31. Я просто всё веду к тому, что-то в нашей вот семье такое вот что-то есть особенное, что дьявол ненавидит, ненавидит. То есть я, моя жизнь постоянно висит как будто бы на волоске, на грани, между гранями жизнью и смертью. Во-первых, в моей семье, вот, у мужа, вот что, что я, что мне очень понравилось, вот эта семья огромная, тесные очень связи, и у них мама, её все ангелом вот называют. Я вышла замуж за Стива в 2008 году, это мне уже было 39 лет. То есть я впервые пошла в церковь. Я человек, который вот следила за базаром. Вот эта фраза у меня не школьная, а вот та, которую я использовала в своём детском лексиконе. Материлась я что вот с детства? Во-первых, потому что у нас практически там все матерились во дворе мужчины. Во-вторых, дедушка, не было на кого мне равняться, ну, вот у нас там во дворе мальчишки взрослые. То есть я приехала, мне было шесть. Вначале я только дружила с девочкой Татьяна Коган. Коган, это уникальная фамилия. Коганы, это уникальная фамилия. Я просто вам говорю, я Павлова. Павлова, вчера или вчера или сегодня День Святых Апостолов Павла, Петра и Павла. А я Павлова в девичестве. Вот та вот та фамилия, как говорится. И все время такая ходила гордая. Я Павлова, моя там фамилия самая лучшая. Ну, не самая лучшая, но вот все время. А у тебя какая фамилия? Вот именно фамилия ласная. А у меня лучше. А ты где живешь? А я вот лучше. И даже у меня получалось намного интереснее вот в Одессе. Это не просто там Екатерина построила какие-то дома. Ну, допустим, там, я говорю при самом... То есть наш район, ну, в самом начале. Сейчас вот где вторая вот квартира, это именно район вот тот вот, та вот даун-даун Одесса. Вот та, которая была построена при Екатерине. И вот, вот это вот вторая моя квартира. Вот то, что... То, что я не могу себе вернуть с 98-го года. Это уже больше 25 лет. Вот. К чему говорю? Вот эти вот немцы, которые были угнаны... Нет, давайте за взрослым. Те, которые пришли воевать на нашу землю. Одесса же была под немцами, румынами и итальянцами. Они там пробыли с 41-го по 44-го года. И уже вполне возможно появились эти вот, ну, детки брошенные. Вполне возможно. Вполне возможно. Теперь, смотрите, как получилось. Вот в том доме, в котором я жила, немецкие... Которые строили немецкие плены. Это один из трёх. Причём так, у меня был... Вот смотрите, треугольник. Вот вы возьмёте треугольник. Вот два этих дома, а у меня вот здесь вот этот треугольник. Посмотрите, если вы... Как сделать шестиконечную звезду? Возьмите один треугольник и нарисуйте второй треугольник. Два треугольника. Отец, сын, дух святой. Вот, отец, сын, дух святой. Три. Вот если у вас есть треугольник, вот, вот смотрите, вот сейчас вот это, вот эта точка, вот этот дом у меня один. И вот два ещё, вот три. И четвёртый вот сюда, вот этот хрущёвка. И пятый Сталинка тоже длиннючий, намного парадных. Вот этот Сталинка там намного элитный. Там жили в основном евреи. Вот там вот жила эта Таня Коган, из-за которой я подралась. Она у меня была на... всего на год младше. Я подралась с ней вот со своей, так сказать, второй подругой вот Мариной, которая жила вот в неэлитном доме. Вот такая она, дрычуня была. И вот в этом вот хрущёвке. К чему я вам говорю? Дело в том, что моя бабушка родилась... Там тоже... Не то, что тайно, у неё мама умерла при родах. Мама умерла при родах. Я при родах умерла. У меня тело... вот душа покинула тело при первых родах, при первых. Вот 14 июля, это день взятия Бастилии. А я всем говорила, что 12, потому что зачатие произошло 12. Я говорила, не могу я родить 14, потому что всё настолько точно, и наука точно, и со мной никто не мог спорить. И вот в воскресенье то я всё ждала-ждала, а свадки не приходили. И во вторник вот это всё случилось, и причём меня передержали. Там такое количество событий, что другой бы уже, наверное, или не думал, или потерялся. Но я-то с двух лет сама жила. И где мой мир? А мой мир – это книги. Причём книги хорошие, но не только хорошие. Я читала всё, что только можно было читать. Вывески на этих вот везде. Вот знаете, Цветик-семицветик, вот это вот Женя, которая ходила и всё читала. Вот Цветик-семицветик, и она же вот те вот желания, всё. И причём там разные цвета, помните? Семицветик. Семицветик. У меня дочка Жена. Жена. Я её так назвала. И, кстати, я читала вот этот вот Цветик-семицветик, сказку, и которая вот загадывала вот те желания, что же она хочет, что же она хочет. А в конце последнее, помните, она мальчику вот ножички вылечила. Вот она пожелала, потому что он инвалидиком был. Вот он, у него ножки не ходили. А сейчас, смотрите, сколько людей колени заменяют, суставы заменяют, тост заменяют. А я хочу вас спросить, а вы когда преклонялись перед иконами? Вы когда остановились на колени перед Божьей Матерью? Что вы хотите? Кстати, я последние вот эти вот дни, так сказать, не склоняла колени свои. Вчера спина заболела. И вчера стало вечером. Сорок поклонов земных. Земных. А сейчас молодёжь согнуться не может. Ходят операции, надеются на докторов. Кстати, вот сегодня, сейчас мой муж в Барлинтоне, вот на этой операции. Значит, Майк, это не старший брат, это второй, это второй или третий, потому что там у них тайна, у них же этот вот, погиб один из братьев, Денис. Только он не Денис, а Денис. Потому что Денис, это женское имя. Господь, если меня сюда попустил, к чему я говорю? Я уверена, вот я уверена, что меня дьявол сюда засунул, а Бог попустил. Иова читали? Только я вот Иов, которая Джоб, ну, которая Джоб всё время хотела. Джоб, Джоб с маленькой буквы, это работа. Джоб, это уже имя, если из-за главной буквы. А я с детства хотела лечь, проснуться и быть взрослой, чтобы найти работу, чтобы ни от кого не зависеть. Работу! И почему я? Я курила с девяти лет, я пила, бухала. И у меня были табу. Вот эти вот мальчики во дворе, Юра особенно, он самый старший был, а я Юрьевна, он как бы курировал. Не то, что вот меня, ну, это было, это было не по-злому, это было по-доброму, мы дети были. То есть он говорил, что ты себя ведёшь вот как там, дитё какое-то неразумное. Естественно, твои родители, а что делали, вот, когда под одеялом находились. И я помню первое, что вот меня там чуть не стошнило, вот я убежала домой, меня чуть не стошнило. А потом, когда мы вот росли, мы постоянно общались, мы с утра до ночи общались вместе. Я имею в виду не только вот Юрой, у него вот сестра была Мила, она акробатикой занималась. То есть у нас было огромное количество Юра и Мила, они жили вот, если от меня вот этот один дом, вот этот вот, я вот в центре, я вот в центре этом, а вот он слева. А справа, вот девочка на первом этаже, Алёна, которая меня два раза чуть не убила. А Тимофей, вот он слева в том элитном доме, вот у которой клещами мне и в миллиметре, значит, у меня дырка в голове была. Я всё время в крови была, всё время в крови. И в детстве я всё время в крови была. Во-первых, потому что я падала, я всё время колени разбивала, у меня были очень скользкие туфли, я постоянно бегала. Я постоянно бегала, вот так как у меня внук постоянно бегает, так как у меня старший сын постоянно, они бегуны. И у меня нужна была очень удобная обувь, ну просто очень удобная обувь, врезиновые эти вот, чтобы по асфальту, вот у нас не было никогда, у нас травы там не было, вообще травы не было. У нас была земля, у нас была свальта так вот, асфальты, раз вот вдоль вот этих вот, вот здесь асфальты, вот так посередине асфальт, а остальное всё было, вот земля, обычная земля. Мы очень любили, потому что мы игрались на той земле, во-первых, в волейбол нам трава не нужна была, во-вторых, мы метали ножики. Вот, я брала любые ножики, и вот мы метали, играли в городки, и я всё время выигрывала, вот там, разрывные цепи, городки. Так, я говорю, 14 минут, мне нужно за внуком ехать, но я хочу сказать, потому что, потому что это очень важно, потому что Майк, вот это именно тот брат, который вот самый-самый крепкий в мартелях. И это уникально, потому что он установил рекорд больше, чем на 40 лет во всей американской армии, в армии США, на бег одна миля с амуницией. Вы вообще представляете, насколько он выносливый? Это на него упала лошадь, на него полностью его, вот, раздавила ему полностью вот эти вот, ну, все органы и всё. Вот это у него раз была операция, когда ещё мать Стива была на этом свете. То есть, когда она умерла в 2020 году на, на Пятидесятницу, на нашу православную Пятидесятницу. Это было воскресенье, это именно когда от вот, просто был вот этот вот, как я говорю, был, католики не отмечали, они понятия не имели, потому что у них разница. У них тогда вот, у них Пасха и Пятидесятница очень редко у нас совпадают, и в тот год не совпало. Но это именно ковид, это именно когда у меня сын женился, он не женился, он повенчался, он повенчался в Одесской церкви, в очень красивой, шикарной, в Одесской, вот этой баптистской церкви, в огромнейшей. И я лично там была. Потом, ну, они расписались, расписались вот здесь вот. Но там очень строгие правила, очень строгие правила. То есть, вначале надо пожениться, а потом повенчаться. У Валюши папа дьякон, дьякон. Та девушка, которая бросила моего Артура, Катя, она дочка дьякона. Сегодня среда. Первое, что, когда Артур мне сказал, когда, потому что, когда он встретил Валюшу, вообще он, он поехал жениться на другой девушке, он повез ей подарки. Я прекрасно помню, что он сказал, как она встретила. Она была вообще в Германии. Она говорила, приезжай, увидим. А потом было кольцо. И потом, вот что он мне рассказывал, я вам говорю за чистейшую речь. Он поехал туда. Он говорил, во-первых, у него, он был странный американец. Люди, когда его видели, вот женщины, они говорили, он не русский, он не украинский, он не наш. Они думали, что он из Канады, или вот что-то, или Канада, или вот США. Манера, как он вот, хотя он говорил по-русски. Но он настолько, у него, некоторые, знаете, вот, он не мог чётко, очень, вот, быстро как-то выразиться. У него смесь была испанский, английский и вот русский. И если вы не понимаете, вот, если вы не понимаете, что он иностранец, то есть он выглядел, очень многие девушки думали, что он выглядит, как вот наш, молода, молодёжь. Вот, мне просто интересно, вот Валюша, когда я его впервые увидела, подумала ли она, что он американец? Подумала ли она? Потому что девушка, которая, значит, он планировал жениться, и её фамилия Ангелова. Артур меня всё время исправляет Ангелова. Она тоже, вот она в той пятидесящей церкви, тоже огромная, Скверигамова. Но вот эта вторая очень большая церковь, протестантская в Одессе, протестантская, в которой я была три года, и Артурчик там был три года, и там я перекрестилась, и там я грохнулась в этот вот в обморок, и там вот и епископ был, и огромное-огромное количество было людей, крещаемых, а я была особая, потому что я влезла без очереди, меня епископ, значит, без очереди, как протеже поставил, потому что там есть огромное количество, знаете, вот таких вот записаться надо, пройти и то, и это. Но когда я пошла поговорить, вот как бы исповедь с епископом Петром Владимировичем, Сердиченко, который уже отошёл на тот свет, в каком году, вы думаете, вот в 21-го, то есть на следующий год, и я хотела пойти с ним поговорить, но 8 марта у меня был день, но я поехала, потому что Артур, сын, меня попросил поехать, наверное, вы вообще там у людей просто голова пойдёт кругом, не переживайте, я разберусь, просто мне, я могу потом это забыть, вот эти, что именно вот в этот день это произошло, я просто говорю, что сейчас муж вот там, где проходит операция, у Майка никто вообще, он занимается лошадьми, мой дедушка Гриша, вот который танкист, он из семьи, там никаких тайн не было, но я вообще не знаю его семью, вообще, дедушке Гриша моего, вот, по материнской линии, потому что, потому что дедушка меня видеть не мог, вообще не мог видеть единственную внучку, или, я же не знаю почему, возможно, я очень похожа на, я не знаю, потому что мою мать, свою дочку, он же застукал, не он застукал, а мой папа застукал с этим, с её родным братом, его родным братом, более младшим, которого зовут даже так же, поэтому я говорю, я могу быть Григорьевной, моя мать Григорьевна, и это не совпадение, вот, и у меня ноль греческой крови, а мама говорила, что они там все греки, потому что её мама, Татьяна, вот, гречанка, смугла, Игорь, грек, а у меня, у меня уникальная кровь, чистейшая, во-первых, у меня 1% итальянской, 7% прибалтика, 98% восточная Европа, а у Стива, значит, ну не у Стива, а у его братьев, у его одного из брак, это Фрэнка, вот такая же чистейшая западная Европа, а у меня ни капли западной Европы, а западная Европа, там смесь Ирландия, Германия, у меня ноль немецкой крови, просто ноль, вот так вот идёт граница по Асли, куда просто они вот не переступали, и у меня вообще ноль, стоят полные нули, ноль еврейской, ноль греческой, ноль немецкой, ноль английской, ноль ирландской, нули, я уже не говорю, там за египетской, а я не знаю, там мне не было написано за египетскую, я не знаю, я не знаю, делает ли так глубоко, вот там с египтянами и так далее, потому что у меня странно, у меня ступни, у меня форма на ступни, знаете, как вот у этих вот, египетская называется, и я-то думала, что я гречанка, вот уже мать, я же говорила греки-греки, и я всё, у меня вот тянуло тогда всё на греческо, я разузнавала, я разузнавала всё, всё, что мне было вот, я не знаю, вот всё, всё, всё мне было интересно, всё мне было любопытно, ещё хочу сказать, за немцев, очень многих немцев, мою бабушку, во-первых, прятала её, её, бабушку Таня, это мамину, её мачеха, чтобы её не угнали в Германию, я просто вам хочу сказать, что очень много было угнано деток, красивых деток, маленьких деток, девочек и мальчиков с голубыми глазами, светлыми волосами, русеньких, светленьких, были угнаны в Германию, и там были отданы семьям на усыновление. Теперь, кровь не водится, кровь не водится, но ещё и были немцы, которые вот, допустим, или итальянцы, которые с 41 по 44 год ходили по Одессе, вот ходили по Одессе, ходили, ходили, а мой дедушка, Гриша, он был танкистом, и он попал в концлагерь, и он попал в плен, и он был батраком, вот то же самое, что вот этот дом, в котором я жила, вот дом, который построил Джек, а Джек, это имя Иван на старый манер, на старый манер, это то же самое, что и Иоанн. А сына своего я вообще записала Ивановичем, Павлов Артур Иванович, Павлов Артур Иванович, это уникально, с двух лет он стал мазжугой Артуром Александровичем, и вот так он пробыл, и никто не знал, кроме этой тайны, кроме моей матери, то есть все думали, что он американец, но никто-то паспорт не проверял, у него была грин-карта здесь, он вообще не парился, он поехал жить на Украину, он хотел там остаться жить, мы понятия же не имели, что вот... Не, ну мы просто тянули, не то, что он бы принял гражданство, он бы принял гражданство, но поехал бы туда жить, вот, на Украину. Просто вот за Викторию, которая Виктория Ангелова, а я тоже должна была быть Викторией, я-то же с ней переписывалась, я-то знала, она мне писала, что она не любит моего сына. Вот, и я, что ему нужно постричься, ему нужно переодеться, ему нужно то, ему нужно сё, вот, а я сыну ничего не говорила, я глотала слёзы, вот, и я не хотела, я не знаю, вот потому что, наверное, у меня ноль еврейской крови, я не знаю, почему я так поступила. А еврейки, они, вот я выросла же еврейски, я знаю всех этих вот, я даже защищала ту Коганшу. Вот та, Таня Коган, она где-то, я не знаю, где она, они уехали, они эмигрировали, как только открыли, вот, вот в Израиль они уехали, и они вышли, как египтяне из Одессы, я имею в виду, они жили среди нас в страшных халатах, вот такие, вот, знаете, вот, такие некрасивые, всё, а когда они уезжали, они были все в золоте, все в золоте, а у них фамилия уникальная. Коганы, это, вообще, вот, евреи же не ищут этих вот коинов, вот, вот ту вот настоящую, настоящую. Фамилия просто так не даётся, не даётся, её можно изменить по маме, по папе, у меня фамилия уникальная. Только я не знаю, какая моя реальная фамилия, это ли Кондрашова ли, Павлова ли, вот, какой-то моей собачули, которая, естественно, мы знаем, что она вышла, знаете, не из пробирки, она вышла из утробы, какой-то соваки, которая жила в Пуэрте-Рико, и вокруг неё люди говорили по-испански, и она очень боится всего, вот она такая вот, Тимми, такая вот, маленькая, худенькая, я с собой, знаете, вот, сравниваю, и она очень детей маленьких, вот, знаете, боялась, очень опасливо, именно что-то, и вот Стив говорил, наверное, там что-то были, маленькие дети, может, это вот, вот, впечатление было, что она там, я не знаю, там, цапнет, не цапнет, ну, в общем, сестра Стива, так, потянулась к ней, вот так вот как-то, вот так, открытой рукой, потому что нашей собачке нужно вот так вот руку, давай, чтобы она, вот так вот, и чтобы она сама подошла, или поставить руку себе на колено, чтобы она подошла, а там понюхала, чтобы она сама там полизала, ну, полизала руку, вот, и она у нас такая вот, она спит именно с нами, вот она у нас как как наш ребеночек вот и была проблема ну вот там с внуком то есть артурчик считаю что она за этим вот за внуком а у меня совсем другое что она оберегает его вот оберегает и что когда он пришел она знаете вообще-то уникальные отношения это просто уникальные отношения потому что животные они как наши а вот они не могут сказать но они их нужно понять вот в таком плане и валюша и артур считаю что она вот опасности за многие считают и стив тоже кстати считаю что она опасность для для пупсика и кстати когда вот пятницу до когда они приходят ходили в среду в среду это же пару недель назад в среду они здесь были есть и я постилась а тут тоже среда была и сегодня кстати горбич день ну вот от гивы конюшни и собачка была с той стороны вот там где артур я же а я сидела вот этой стороны и артурчик говорит что она ну так прыгнула на матея со вот я пошла забрала ее отнесла но я не знаю я не знаю что там произошло потому что я не видела у меня мое видение и наша собачуля вот когда принесли двух собаку денис она изумительно за собаками смотрит сестра надо будет стива и она смотрела за двумя собаками и вот и за нашей собачкой когда мы выжали это было в прошлом году когда мы выжали к даниилу на на этот на футбол на соревнования и когда мы приехали она выпустила этих пудельков и один из пудельков и вот эти вот там один спокойный пудельок а второй не мой нет не спокойный и она прибежала играться один из пудельков вот ну как бы цапнул и и она в ответ и она вообще узнать и вот она получилась на ее территорию привели двух собак они ночи она прибежала начала с ними играться один из них значит цапнул ее и все и у нее крыша слетела просто слетела она вцепилась стив не знал что делает дженнифер не знаю никто не знал что делать я их схватила и просто разняла и я тогда не поняла потому что я не наблюдала и даниил и дженнифер сказали они наблюдали они говорили она защищалась потому что это вот это вот чужая собачка может она стала при ревновала ту свою потому что там две собачки они именно живут вместе и поэтому она типа бы кинулась на нашу и наше все у нее слетела моментально крыша вот просто слетела и она бросила вот такая вот маленькая это просто я к тому что сейчас идет атака дьявола на то что на меня это я уже как бы сказать так привыкла не то что привыкла я больше не хочу это позволять потому что это михаил архангел он настоящий все ангелы настоящий архангел и настоящий но есть еще и падшие архангелы и тоже их там 7 а может и даже я имею ввиду по иерархии некоторые просто знают как падшие ангелы а есть еще именно есть еще титулы вот что господи спасибо тебе вот за этот вот я я хочу прочесть что я ответила благодарю благодарю за теплые слова юрий а у него английскими буквы написано юрий шоу шоу а юрий это как юрий а я пишу благодарю за теплые слова юрий а я юрьевна это потрясающе божьих вам благословений и зачем нам удачу он же мне удачу послал если у нас есть иисус христос со всей своей армии святых и вы знаете мне никто не называл вот сестра меня сын называл амен сестер он не говорил ну как бы сестра во христе еще он меня назвал правдивая ты наша правда ты нашу уже я вот когда чихала и если кто-то чихает вот он нам чихать я говорю правда 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 вы правда и он это правда правда и еще он не говорил мама ты как русский танк я говорю а я внучка танкиста вот и и в за германию сейчас артурами друзья эволюшины друзья очень многие уехали в германию их вот и германия принимала и мой дедушка чем вот уникальность моя мат родилась сорок восьмом году а в сорок пятом закончилась война вот эти три года вот эти три года дедушка еще был во франции батраком а выкупил его за денежки а концлагерь то было во франции насколько я знаю концлагерь был во франции дедушки и последний потому что там их переводили сколько я понимаю я хочу я как я хочу если я вот доеду до одессы долечу в одессу узнать пойти военкомат ну что я военкомата боялась как огня потому что я хотела сбежать из-за того что у меня единственный сын и я чувствовала что его преследуют поэтому аргентина там нет у армии то вообще нету армию если сша есть здесь есть армия здесь нету обязаловки но тут есть армия и на какие-то там время там война не это вот только аргентины не знаю другой страны которая в которой нету армии я не знаю за молдовым аргентине нету армии вам не кажется это странно мне это кажется уникальным потому что я лаза море и все эти вот немцы которые сбежали нацисты со всем своим богатством и так далее куда они поехали в аргентину и там все выходцы и которые на генетическом уровне ненавидят и вот и вот итальянцы у меня же там конфликт был вот этот вот полицейский есть и грибя его друг фальшивоманечек полицейский у него же он я не знаю какая у него кровь и кто у него родственнички откуда они выходцы но он я имею виду вполне возможно выходцы потому что там дедушки бабушки у них нацисты и бабушки которые очень любили своих внучат и которыми там вот а я жила там целый год самом элитном самый элитный район вот если я еду я выбираю самые элитные районы и там же гостиница была самая самый дорогущий этот вот водил ухакоба тот когда вот я сбежала от смирнова смирнов а я была бы смирновым а это первая фамилия которая стоит в русском списке от того что смиряется смирнов этот который дьявола а если вы я вышла замуж за то вот за бойко а бойко тот который прибалт я просто говорю вот эту вот кровь почему может я так любила у те вот итальянские фильмы у меня всего лишь один процент итальянской круги один всего лишь семь прибалтийской может быть стас вот он почувствовал на генетическом уровне вот тут зайти а у меня семь процентов все прибалтики а потом я сказала что я русская и вот у него борьба внутри было и мама женю католичка полячка и что-то там только полячка не знаю что-то там случилось я не знаю не поехала выяснять потому что мне не понравилось что он сказал что это будут мои проблемы дети это будут мои проблемы вот дети это не проблемы вот что я хочу сказать дети это не проблемы а у ирки рамазан мне всего лишь один ребенок от первого брака а получается стигариби отбил он отбил меня из законного брака соблазнил меня соблазнил и законного брата брака соблазнил ее соблазнил еще огромное количество и ни на ком не женился а у меня зацепка была потом когда я узнала если бы я знала что от первой женщины у него первый третий ребенок а второй женщины всего лишь второй ребенок я бы никогда с ним вообще ничего не имела а в 1 вот смотрите я рассказала пока что мужу что я предполагаю что он подсыпал мне что-то в этот вот в напиток а он мне сказал ты сама виновата что ты села в машину сама я виновата что я села в машину но я же не просто машина я села в машину полицейского вот но мне интересно я с ним пока что вот я собираю информацию мне очень интересно когда я расскажу как отреагирует мой сын мой старший сын вот которому через два дня исполнится 31 год люди я побежала за внуком все всего доброго мне моя зория так нравится то что-то потрясающее то уникальное не знаю это уникально